Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой YouTube канал. Стоит признаться, что я немножко пропала на YouTube, но я не пропадала на своих двух блогах на Дзене, потому что так много всего произошло. И, пожалуйста, не пугайтесь, что у меня такой макияж сегодня, потому что, а что мне еще делать дома? Учитывая предыдущие обстоятельства, о которых я буду сегодня вам рассказывать. Ребята, еще раз напомню тем, кто, может быть, не в курсе, я временно пребываю в долгожданном одиночестве, в уединении в Костроме со своими двумя собаками. И случилась очень неприятная вещь. Меня укусил клещ. Это поэзия, это реально поэзия. И совершенно удивительная вещь. Я объясню, почему. Дело в том, что я знаю о клещах практически все, потому что у меня собаки. Я много лет проживала в подмосковном городке, гуляла по лесам, по полям. И с каждой прогулки в сезон я снимала с Линды до 20 клещей. С каждой прогулки. То есть я настолько уже к ним привыкла. Кроме того, еще что Линда переболела в 2 года пироплазмозом. Это вообще та еще история была. Спасибо ветеринарам, которые буквально вытащили собаку с того света. И с тех пор я не пропускаю вообще дня обработки собак от клещей, потому что это реально очень важно. Но, грубо говоря, я очень скрупулезно отношусь к этой заразе. Я никогда не гуляю по лесам, в траве, в поле, в таких рисковых местах с голыми ногами. Я всегда одеваюсь правильно, как говорится. Если я реально иду в лес, то я надену какие-нибудь леггинсы, штаны и сверху заправлю в носки. Ну, штаны заправлю в носки обязательно. Я знаю, что это такое. И вы прикиньте, ребята, меня укусил клещ. Совершенно... Короче, как это было? Я побегала, чувствовала себя замечательно. Пошла принимать душ. Смотрю, а у меня на ляжке какая-то фигня. Ну, то есть я пыталась помыть это место мочалкой, а там прям твердая, твердая такая шишка. Очень неприятно, очень мерзко. И ничего не видно, потому что такое место, внутренняя поверхность бедра, немножко так сзади как-то. Короче, очень неудобно смотреть. Еще я тут со своим плохим зрением, я там и телефоном пыталась смотреть. Короче, я поняла, что это все-таки клещ. У меня, конечно, паника началась. И в итоге, чем все закончилось? Я пошла в Костромскую поликлинику. Благо у меня с собой был медицинский полис и страховое свидетельство и паспорт. На всякий случай я реально взяла эти документы. Хотя я не планировала болеть. Я не планировала вообще ничем заражаться. Это болезни вообще никакие не входили в мои планы. Максимум может, какая-нибудь там простудка и то. Ну, вы понимаете, да? А вообще здоровье это такая штука, которая... Ну, знаете, зарекаться на здоровье нельзя, как выяснилось. Ну, опустим... Опустим все вот эти вот бюрократические, совершенно удушливые, ужасные реалии российского здравоохранения. Жесть. Я никому не советую туда попадать. И не в обиду врачам. Врачи замечательные, но вся вот эта вот прогнившая система, которая даже самого вдохновенного специалиста, горящего своим медицинским делом, она задушит в нем его прекрасные благие порывы. Вот это все, что, наверное, об этом нужно знать. В итоге, что выяснилось? Клеща моего на экспертизу так и не удалось отнести, потому что, как мне сказала хирург, его нужно приносить целым. Она мне его изрядно там, в общем, потрепала этого клеща, плюс мне еще накладывали швы. Ну, там совсем все было в этом плане плохо. И вы знаете, вот реально самое болезненное было, когда мне вытаскивали клеща, как это ни странно, когда мне накладывали швы. Ну, как-то, вы знаете, чем-то очень схоже напоминало татуировку, когда бьют, учитывая еще насколько он в чувствительное место мне впился. Ну, в общем, потом я пошла к терапевту. Терапевт сказала, что, чтобы подстраховаться, нужно пропить курс антибиотиков. Друзья, а, ну, еще, конечно же, следить за состоянием раны, да, потому что тот же клещевой энцефалит, боррелиоз, ну, как он проявляется, самое-самое первое, это место, куда выкусил клещ, оно, ну, скажем так, очень сильно краснеет, в форме такого правильного круга. Если вы погуглите, вы найдете, вы ни с чем это не спутаете. Плюс, в первую неделю температура может повышаться до 38 градусов и выше. Ну, что случилось? Я купила эти антибиотики, мне прописали противоантигистаминные эти, и я начала принимать, и в первый же день после приема этих таблеток у меня бахнула температура 37. Ну, плюс-минус, у меня температура держится 37, 37 с половиной, уже почти неделю. В четверг будет уже завтра, да, завтра четверг. Завтра будет как неделю, я гуляю, живу с температурой, ни с чем не передаваемые ощущения. И самое интересное, у меня просто возникло такое чувство, что температура является реакцией на вот эти вот лекарства. Какие конкретные, я не знаю пока. Потому что вот утром я встаю, у меня все хорошо, я даже на пробежке здесь ходила, как только я выпиваю таблетку, вот сразу, через полчаса у меня поднимается температура. К вечеру температура у нас падает. То есть, сейчас я сижу снимаю, мне кажется, у меня нет температуры, потому что таблетки я пью где-то часов 9-10 утра. И я просто... Вы не представляете, что такое жить, когда у тебя постоянно температура 37, ребят. И это невозможно. Помимо того, что это очень неприятная температура, у тебя ломит все тело. Ну так, не очень терпимо, конечно, ну и мало приятного, такая вообще слабая, голова такая, знаете, ватная, в глазах песок, какая-то сомлилость. Я вообще человек, не аллергик совершенно, но врач решила перестраховаться и прописала мне еще вот антиаллергенные эти, ну вот, как ул-рот-один. Мне осталось пить еще 4 дня эти таблетки. И вы знаете, я уверена, на 99,9% что, ну, клещевого энцефалита у меня как бы нет, потому что место укуса, оно у меня практически зажило. Краснота вся уже давно сошла, еще дня 3 назад. То есть, в целом, вот да, только температура в районе 37 у меня держится после приема этих таблеток. Как это тяжело, ребята, как тяжело жить одной с двумя собаками в чужом городе с двумя собаками, да, то есть, в таком состоянии мне нужно гулять с ними двумя, заниматься с ними. Плюс, они еще кушают, мне нужно ходить им за едой и себе ходить за едой, ребята. А когда ты такое обессиленное существо, ты с трудом по квартире двигаешься, тебе нужно еще гулять. Ребята, если вы, если вы реально одинокий человек и хотите собаку, подумайте тысячу раз. Я уже написала на эту тему статью в блоге на ЦЕН, вот. Почитайте, пожалуйста, зайдите, мне очень важно ваше мнение, потому что раньше я всегда придерживалась мнения, что наоборот, есть человек одинокий, пенсионеры, например, ну просто молодые люди, много всяких интровертов, типа меня, Люська пришел, да. Ну иди сюда, что ты, ой, ребятки, кто тут такой пришел, ой, кто тут такой, ой, 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 ребенок, ребенок пришел, сладкий такой. Ну, в общем, ну, вы понимаете, да, думаю, ну, каждый человек заслуживает собаку, особенно такие одиночки, наоборот, по кайфу будут чувствовать себя, они будут чувствовать себя нужными. Блин, а сейчас я думаю, это же так тяжело, это реально такая ответственность, потому что вот единственное, что заставляет меня выходить из дома сейчас, это мои собаки. Ну, и там, хотя даже если бы я была без собак, я бы и в магазин, может, не ходила бы, доедала тут свои крупы, какие-нибудь гречки. Поэтому трудно, трудно, конечно. Поэтому я немножко пропала с Ютуба, потому что вы бы видели мое состояние вот внешнее. Это я сейчас еще с вами накрасилась тут немножко, прическу себе наделала, потому что мне сидеть дома скучно, хочется что-то поделать, а чисто физически вот просто нет сил. А вот на макияж силы есть, поэтому я сегодня такой гранж-проститутка. Прям ужас. С таким макияжем я не хожу по улице, потому что это тоже для меня через чок. Так что, друзья, такие у меня были последние новости. берегите себя, ребята. Клещ, клещи это отвратительные, членистоногие создания. Это очень опасно, это очень неприятно. Я никому, никому никогда не пожелаю словить клеща, потому что это большой риск, это много нервов. И блин, вот то, что я сейчас переживаю, мне очень-очень очень некомфортно. И немножко, знаете, страшно, потому что, ну, насколько мне известно, клещи передают болезнь лайма, ну, собственно, по-моему, это и есть баррелиоз. И если у вас нет изначально прививки, вакцины, то и все. Эта болезнь не лечится. У нее, как бы, есть ремиссии стадии, как, например, у Аврилавин, вы же знаете, певица, она же борется с этой болезнью. Вроде как, сейчас у нее все хорошо и напасть. И эта неприятная отступила, но, как бы, на все 100% она никогда не исчезает. У нее есть периоды обострения, пиков, спадов. Это, ну, очень опасно. постоянно жить вот в таком некоем трепете. Вот. Поэтому ей, конечно, желаю здоровья. Вот. Это важно. И она потом в одном из интервью признавалась, что даже не подозревала о том, что какое-то насекомое, какой-то там крещ может привести вот к таким последствиям, когда ты просто лежишь, вот реально чувствуешь, что ты умираешь. И ну, у нее была, ну, типа я укусила эту крещ, и она просто забыла об этом, не придала особого значения, спустя какое-то время это все удалось беззнать. Видимо, крещ оказался, ну, видимо, не видимо, а точно он оказался зараженным переносчиком. Ой, все, ребята, все, давайте не будем о болезнях. Итог сей басни я вам уже рассказала, берегите себя, пожалуйста, не ходите в шортах, в платьях, по полям, я вас умоляю, просто подумайте о себе. Я просто сейчас гуляю с собаками на поле, я вижу сплошь ряд людей там в платьях, я недавно видела такие картины, короче, открылся сезон голых бабушек. Бабушки всякие, очень преклонных лет, ходят по полям, в высокой траве, ну, типа, загорают, в трусах одних, просто в траве в одних трусах ходят. Ну, помимо того, что зрелище это не для слабонервных, мне просто жаль, что если кто-то в них вцепится, блин, в их возрасте с их, ну, не таким крепким иммунитетом и сопротивляемостью болезням, но это тоже риск. Поэтому вот такие дела, я надеюсь, что все будет у нас хорошо, все будет замечательно, в любом случае, ребята, никуда не пропадаю, я всегда на связи. Заходите в мои два блога на Дзен, один посвященный моей жизни двумя овчарками, и второй литературно-творческий такой писательско-гранжовый непонятный блог, больше по личному такому словотрепу. Все, на этом я завершаю свой ролик. Будьте здоровы, наслаждайтесь этим летом, осознанно, соблюдайте правила безопасности, и уже очень скоро увидимся, я надеюсь, в следующих роликах. Все, пока-пока.